Давайте начнем. Рэбмаше, первый вопрос. Вы сейчас находитесь в Киеве, я так понимаю, да? Я нахожусь в Украине. Я сейчас занимаюсь некоторыми делами, о которых я не хочу говорить сейчас, то есть важными делами, важными сиями. И постепенно я буду это выкладывать. Я просто когда делаю, я потом выкладываю. Поэтому я никогда не хочу, чтобы говорить, где я нахожусь. Естественно, что я нахожусь и в Киеве, и рядом с Киевом, и в других местах для того, чтобы в Украине, для того, чтобы сделать все, чтобы помогать людям. Скажите, какая в целом гуманитарная ситуация там, где вы находитесь, ну, в частности, в Киеве, где вы бываете, на протяжении, скажем, последней недели, вы видите, становится лучше, хуже, налаживается ли снабжение города, в целом функционирование городских служб. Что вы можете с места сказать, события? Смотрите, я вам скажу честно, я вам скажу, я находился всю эту неделю в Анатевке, около Киева, и это городок рядом с Киевом. Там ситуация, правда, была тяжелее со стороны того, что кругом шли бои, и там и Костомель, и вот это Ирпень, Буча, это все горячие точки, каждый день, на ночь, там, это, там, колыхает взрывы. И, ну, мы там делали, мы там все время принимали сотни и сотни людей, стариков, женщин, детей, у нас там была база, 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 как бы, переходная, оттуда выезжали автобусы, я думаю, что, не знаю, тысячи, а может быть, уже десятки тысяч мы смогли эвакуировать. Как вы знаете, это небезопасно, потому что не дают коммунитарный коридор, это страшная вещь. Не могу понять, почему, это просто как можно, как можно эвакуировать под огнем, иногда под огнем эвакуируются люди. И в Киеве ситуация, я не могу сказать, по всему Киеву, так сказать, я потом переехал в Киев, по всему Киеву, то есть я занимаюсь волонтерами, которые нас привозят еду, медицинские препараты для наших дедушек, которые лежат дома. Многие из них, так сказать, тяжело лежачие, которые покинули сиделки, которые тоже должны спасать свою семью, и просто люди остались обречены на смерть, вот это мы занимаемся, волонтеры наши, которые тоже, не так много их сейчас, не каждый готов это рисковать, они это делают. Вот этим я занимаюсь, поэтому, конечно, конечно, очень не хватает, много чего не хватает. Мы сейчас, я занимаюсь, чтобы доставили гуманитарную помощь с Европы, с Израиля, гуманитарную помощь и продукты, медикаменты, и все, что нужно, много очень логистики. Сейчас я занимаюсь, то есть мне удалось с Божьей помощью, я надеюсь, что сейчас мы развернем на границе, будет лагерь, не лагерь, как сказать, военный госпиталь с израильской больницей, то есть удалось договориться, это вот новое, что сейчас произошло, это будет большое дело, что там можно будет лечить людей, и они за свой счет все это будут делать, и разобьют госпиталь, и, в смысле, расположат его, и наполняют всем, чем надо, и все оплатят, и главное, чтобы спасать из жизни людей, которые сейчас так нужно спасать. То же самое я контролирую, регулирую вопросы с эвакуацией людей, тоже очень большая логистика, потому что люди, и мало того, что их вывезти, я тоже проехал по маршруту, посмотрел, и вижу, как страдают люди в дороге, и в никуда они едут, и тоже брошенные многие из них, многие организации занимаются помочь, многие люди брошенные, просто гуманитарная катастрофа какая-то, это... Я даже сегодня не могу рассказать здесь, что происходит, и куда кидаться, понимаете, я честно говоря, меня не хватает, мне звонят с утра до ночи люди, спасите меня, я в Харькове, меня дом разбомбил, а как спасти, там, я вот, ну, короче, очень большая логистика этого, и не всем, не всем, возможно, вот люди в Буче, в Ирпене, под развалинами, там, их не вывезти, и что делать, и мы там, я отправил кого-то спасать, там, его обстреляли, там, это самое, российские войска, и, ну, вот, страшно. Скажите, вы упомянули о том, что, может быть, развернут, что вы хотите развернуть в ближайшее время госпиталь здесь, скажите, вот, если мы перейдем более к каким-то общим вещам, касаемо этой войны, этой агрессии российской, то есть, получается, что государство Израиль вместе с еврейской общиной разбивает госпиталь на территории страны, которую сопредельная страна пытается деноцифицировать, которое она называет, как бы, неонацистским государством, всю верхушку этой страны, по сути, весь народ этой страны называется неонацистами. Как в целом могло так получиться, что вы, нацисты, записали, по сути, всех жителей Украины? Смотрите, российская пропаганда – это страшная вещь. То есть, то, что они сделали с людьми, они промыли мозги так, как промывали в нацистской Германии перед войной. То есть, люди зомбированы, люди на черное говорят «бело», не хотят слушать, не хотят верить фактам. Смотрите, что происходит. Кстати, интересный факт, я вам скажу, что у меня тоже были мои знакомые некоторые, которые были зомбированы этой пропагандой, которые находились здесь, в Украине, в Киеве, и которым ничего нельзя было объяснить, тоже они там с деревянными глазами, тоже какую-то чушь несли про нацистов, которые здесь убегали вокруг них. И вот сейчас, когда началась война, эти люди просто, так сказать, некоторые записались в терророборону, некоторые, то есть, я говорю, а как это, я даже в шоке, а как это, говорят, у нас глаза открылись. Ну, то есть, когда они увидели своими глазами, что здесь происходит, какой кошмар, и какой это самый русский мир, который идет, не в фейсбуке, бабушек, дедушек, которые, так сказать, в той войне пострадали, и сейчас эвакуируются в некуда. Евреев, они приходят спасать, или русских, они приходят спасать. То есть, но и русские, и не все из Украины, которые живут на Украине. То есть, кого они идут спасать? Понимаете, это все пропаганда, это все страшные вещи, за это придется им отвечать. А как вы думаете, сам российский народ, которому сейчас, к тому же, отрезают активно доступ к каким-то альтернативным источникам информации, он, в принципе, сможет когда-то прозреть и понять о том, что в Украине нету никаких там неонацистов, которых надо истреблять, и что российская власть, по сути, ведет свою же страну в пропасть на огромной скорости, вот прямо сейчас. Мне кажется, что они сейчас начнут понимать, потому что они видят, опять же, знаете, главное, чтобы это не было поздно. Вот когда немцы, то есть, во-первых, немцы, потом, когда после чудовищной войны и разрушений, которые они сделали, ужасы, убийства, которые они получили, они потом прозрели, и до сих пор они, их мучает совесть, они пытаются очиститься, до сих пор они платят репарации и так далее. И, конечно, они понимают, как же это могло нас так обмануть, как же мы, так сказать, гибельскую пропаганду. То, что делается это, я считаю, что каждый человек, я уже говорил, я считаю, каждый человек ответственный за то, что его дают зомбировать. Дают зомбировать, то есть он, понимаете, он, вы знаете, уже во времена Сталина, то есть во времена Сталина, когда убивали миллионы людей, ни в чем не повинных людей, другие, так сказать, другие скандировали, сидели и говорили, что вот смертом, каким-то шпионом, смерть, смерть, пока потом их расстреливали, потом тех расстреливали, то есть это какое-то вот такое было, и один раз уже обожглись, но когда второй раз начинают, ничего не выучили из этого, когда начинают Сталина того же героизировать, это убийцу, страшный убийца, который смерть или вчера, или позавчера отмечали его смерть, это уже не шутки, это уже, понимаете, то есть люди должны учиться на ошибку, когда второй раз не учатся, просто, понимаете, мне даже жалко, не то, что жалко, это будет, Бог этому не простит. Я вижу, вы сами часто проводите параллели между нынешними событиями и событиями Второй мировой войны, то есть правильно ли говоришь, что Владимир Путин, это такой вот Адольф Гитлер 21 века, и то, что он делает, это то, что делала Германия в 40-х. Смотрите, я не хочу делать громких заявлений, то, что я вижу в Киеве, то, что я вижу в Киеве происходят, не в Киеве, я в Киеве больше, то есть я не могу, я в Харькове вообще там страшно, я только что общался с Харьковым, там центра нет, там разбомбили центр, просто нацисты, они бомбили мирных жителей, я надеюсь, что не дойдет, то есть, понимаете, на самом деле, то, что угрожает, так сказать, ядерным оружием всему миру, то есть это что такое, это нормально, то есть весь мир объединился сегодня, весь прогрессивный мир, цивилизованный мир объединился против того, что они творят, я это своими глазами вижу, не могу поверить в то, что я вижу, что я думаю, что я читал в книгах про войну, то, что писали, Великая Отечественная война, там Москва, Киев были там, в ежах противотанков, я еду по Киеву, у меня сердце просто, я говорю, не верю, это что это, кто это, танки идут, там с танки стреляют, я думаю, мне кажется, это Тигр, Пантера, там у меня сразу ассоциация с детства, какие-то немецкие танки, вдруг, я говорю, российские, я говорю, глаза протираю, я говорю, что же вы делаете, что же вы, это самое, там сносите Ирпень, Бучу, Ворзаль, Гастомин, что же вы делаете, люди там бегут, не знают, куда убежать, мне звонят, плачут со всего мира, с Израиля звонят люди, у меня там родители, у нас там это, спасите, любые деньги заплатим, я говорю, я говорю, никак не спасти, вот мы отправили машину спасать, а ему, а его обстреляли с пулемета, там еле, и он раненых вывозил, там еле-еле ушел, от этого самого, и я не могу посылать, просто туда спасать, потому что опасно для жизни, это преступление против человечности, я просто, если бы я не видел, может быть, если бы я был в России, то я бы тоже, может не поверил, посмотрел картинку, но людям объясняешь, здесь объясняешь, они не верят, ну слушайте, это уже, вот это уже с участием преступления, когда он не верит, но вы думаете, что все-таки поверят, вот вы сказали, что рано или поздно, это что повлияет, когда они видят, ну простите, после моего, после моего эмоционального выступления, то, что я записал на, как бы записал, очень много людей в России получило это обращение, мне начали звонить люди, которые не звонили раньше, или которые были зомбированы, и у них начало прорезаться, они начали вдруг понимать, начали говорить, говорить, как бы, ой, извините, мне звонят все время, каждую секунду, мне начали они говорить, что мы понимаем то, но понимаете, мы боимся здесь, то есть боимся, что сейчас, ну и железный занавес там запускается, страшно, я надеюсь, что это самое, надеюсь, честно говоря, не то, что мне их жалко, мне жалко их, конечно, как людей, то есть они находятся сейчас, опять Советский Союз надвигается, от этого совка мы избавились, от которого я боролся, я боролся с ним совком, с КГБ, меня допрашивали в КГБ, и тогда я, один из немногих, кто в детстве еще, в детстве, когда я был молодой человек, в Ленинграде, выступал против этого союза и хотел выехать оттуда, и не отпускали, и так далее. И что же это, какое-то деживю такое, я считаю, что это ненадолго, я считаю, что Всевышний поможет, я считаю, что у нас праздник, у нас сейчас месяц Адар, когда были чудеса в Рошном, когда Аман хотел уничтожить еврейский народ, и были большие чудеса, я считаю, что сейчас тоже, я молюсь Всевышним, чтобы он сделал чудеса, чтобы Всевышний сделал чудеса, чтобы людей открылись глаза, чтобы у царей, так сказать, тоже сказано сердце царей в руках Всевышнего, чтобы тоже, он сделал большие чудеса, чтобы кровь не лилась, понимаете, чтобы кто-то для того, чтобы свои амбиции доказывать, сейчас будет бомбить из лица земли города, где люди лежат. Я говорю, у нас, я этим говорю, бандиты, у нас бабушки, дедушки лежат, мы их эвакуировать не можем, некой еды. У нас негде хоронить. У меня похоронное общество есть еврейское, находится в Киеве. Он говорит, нет, не добраться до этого кладбища, того кладбища, нет, нам не добраться до кладбища. Что с ним делать? У нас еврейские закрываются, кремировать. У меня слов нет. Понимаете, не то, что я занимаюсь политикой, я никогда не занимался, я занимаюсь гуманитарными делами. Но здесь это уже не политика, это спасение людей. Я говорю, тот кто-то молчит или с участия, с участием в военном преступлении. И придется за это ответить когда-то. Надеюсь, скоро. Я так понимаю, у многих ваших российских друзей и знакомых наверное был некий когнитивный диссонанс того, что вот они им рассказывают о деноцификации нацистах и прочее. Вы как лидер еврейской общины, украинской, о том, что вы на этой стороне и вы не видите этих нацистов и прочее. И то, что вы выступаете за эту сторону и что вы не ждете никаких освободителей совершенно. Я все время говорю, не надо нас освобождать. Евреев не надо освобождать. Я думаю, что русских тоже не надо освобождать, потому что они здесь нормально живут и не хотят освобождения большинства русских за Украину. Я думаю, сейчас у президента Зеленского стопроцентная поддержка, включая многих русских, которые здесь живут, люди, я с ними общаюсь, я с ними говорил, и они не хотят их освобождать. Не надо освобождать. Осводите себя от телевизора своего, не знаю, от того, что вам втюхивает в голову, я не знаю, как это назвать. Сделайте себя свободными людьми и давайте нормально жить. Люди же, это самое, эти гибнут, многие русские парни, которые приезжают сюда, которые забрасывают себя пушечным мясом и которых не знают, куда они едут. Я их могу... И здесь люди, украинцы защищают свои дома. Естественно, то, что они стреляют по мирному населению, вообще стреляют? Зачем они приехали сюда? Для чего? Для того, чтобы дело обслуживали? Для чего? Они потом говорят, мы не знаем, нам сказали, мы не знали, куда мы ехали. Мне жалко, что они просто их на пушечное масло мясо везут. У них нет никакого стимула здесь воевать против братского народа. Я не знаю. Я просто из-за того, что кто-то там называет их нацистами. Здесь нацисты. Какие нацисты? Ни одна партия, даже партия, националистическая партия не вошла в парламент. Какие нацисты? Президент еврей. В парламенте много еврей. Какие нацисты? Никто здесь никого не, это самое. Какие нацисты? Здесь или демократически избранные правительства, парламент, это самое. Постоянно избирается один президент, тот другой нацист. Как можно в нацистском государстве было избрать другого президента? Это был бы диктатор, который бы не переизбирался никогда. А тут был один президент, другой президент, третий. То есть народ решает. Здесь демократическое государство. И можно свободно говорить. Я даже раввинам своим коллегам говорю. Я говорю, когда они говорят, там свои какие-то. Я говорю, Знаете, здесь я могу говорить за президента, против президента, а вы можете только звонить. Да-да, понимаю. Если позволить еще пару вопросов буквально касательно Запада. Сейчас одно из главных, если не самое главное требование украинца, украинского народа к Западу, это закрытие неба. На Западе говорят, что это приведет к эскалации конфликта. НАТО уже будет втянута полностью, еще больше жертв, еще больший масштаб войны и прочее. Как вам такие аргументы? Я говорю такую вещь. То, что можно спасти людей, надо делать. Я вчера по Центральному израильскому радио 15 минут говорил, весь Израиль меня слушал. Я сказал, продайте Украине железный купол или другие средства защиты. Я не говорю нападение. Я понимаю сложность Израиля, отношения, то, что в Сирии, Иран. Есть в Израиле свои интересы. Я понимаю, что он должен. Я все понимаю. Но продайте средства защиты, то, что защищает мирное население. То есть железный купол, что не падали на города ракеты, люди не умирали. Я это просто обратился. Я считаю, что нужно это сделать. То есть нужно закрыть небо. Это значит, что они не бомбили самолеты. Я видел эти самолеты, я видел бомбежки. Чернигов бомбят. Киев, Чернигов бомбят. Это же в 41-м году Киев бомбили. Помните, нам объявили, что началась война. Я же помню это с детства. Что это такое? А я протираю глаза, думаю, что я во сне. Если бы они здесь не были, были бы там. Я надеюсь, что я не готов, чтобы меня промывали мозги. Нужно себя уважать, чтобы не промывали ножи. Я считаю, что человек, который себя уважает, не дает себя промыть мозги, чтобы быть соучастником преступления. Но вы думаете, что Запад все-таки удастся убедить те же страны Запада? Я не знаю. Конечно, нужно сделать все, чтобы спасти Украину, спасти жителей Украины. Конечно, нужно и помочь. Конечно, я это все обращаюсь, говорю. И я же не говорю даже про наступатель. Украина защищается. Это есть президент, есть главнокомандующий. Я говорю сейчас о гуманитарных делах. Я говорю о спасении мирного населения. Да и солдат жалко. Они тоже люди. И украинские солдаты, и российские люди. И они посылают солдат на убой просто. И не говорят правду. То есть, смотрите, мне жалко людей, которые гибнут, которые становятся инвалидами. Это живые люди. Там кто-то сидит жирный, где-нибудь там сидят, смотрят телевизор и смеются. А здесь люди становятся инвалидами, теряют близких, дети становятся сиротами. Это не шутки. Это же просто вы те, кто... Я не знаю, кто меня будет слушать. Пусть они все слушают, что я все время говорю. Вы соучастники преступления против человечности. Вы представляете, я лично, мне звонят люди, говорят, мы не можем выехать, мы умираем, мы погибаем. Мне люди это звонят каждый день. Мне лично. Никого-то, ни по радио, ни по телевизору, ни Зеленский, мне это сказал. Ни кто-то. Это не бандеровцы какие-то ваши мнимые какие-то, которые у вас, наверное. Вот. И поэтому у меня сердце болит. Я просто... У меня... У меня просто слезы... Просто у меня нет времени, так сказать, лакать. Смотрите, вот еврейское сообщество в очень многих цивилизованных странах является... Да. Слышите меня? Я не перестал вас слышать громко. Раз, два, три. У меня было просто на этом, на спикере, а теперь я что-то не слышу. Раз, два, три. Слышите меня? Да. Прямоше? Да. Говорю, еврейское сообщество в многих цивилизованных странах является очень влиятельным в обществе, политиками. Может, вы планируете какие-то обращения, возможно, к раввинам всего мира? Да. Чтобы они давили на свои власти. Те давили на Россию, да. Смотрите, мое обращение, которое... Вот это знаменитое обращение, которое я сказал от всего сердца. А его перевели на еврей. В Израиле около миллиона человек его увидело. За границей его перевели сейчас на английский. Даже, я не знаю, сами люди переводят на английский, на испанский, на французский, на различные языки. Оно идет миллионами. Посмотрите, я думаю, евреи со всего мира. Мне звонят люди, даже которые со мной не общались никогда. Мне звонят, пишут, я не успеваю. Такие вещи говорят, что мы с вами, мы поддерживаем Украину. Мы все религиозные. Ну, нету, кроме российских, которые, так сказать, я их понимаю и не понимаю. Я же к ним обратился, говорю, вы должны, вы должны понять. Я бы, как бы я поступил, я бы, я бы, не знаю. Ну, минимум, я бы там, если был раввин, я бы сдал ключи, уехал там, не знаю. Ну, я не хочу принимать, не хотел бы принимать. Я человек принципиальный, честный. И никто, не дам себе никому, чтобы кто-то мной манипулировал или меня, так сказать, говорил что-то. Я говорю то, что я думаю, и говорю то, что я верю. И никто мне никому не дам, никогда не давал жизни себе. Даже когда в эпоху КГБ я им говорил в лицо, кто они такие. Спасибо. Спасибо.